Кнут или пряник? Каковы инструменты работы современного руководителя? И об образе управленца 2018 поговорим с нашими гостями. Заместителем директора Института муниципального развития, оператором проекта Школы управленческого резерва Евгении Димитровой и финалистка федерального конкурса лидера России, слушательница Школы управленческого резерва 2018, Евгения Романихина. Доброе вам утро. Доброе утро, Евгений. Рад вас поприветствовать. И тем не менее, начнем с того, что в принципе в 2018 году изменился ли облик руководителя, какими качествами добавились или может быть в принципе ничего? Никаких изменений особых нет? Ну, в принципе, мы можем говорить о трендах на управление. Первый – это молодые технократы. 2017 год, и вы помните такое новое направление, назначение губернаторов. В принципе, многие руководители взяли такой тренд. Это средний возраст, 30-35 лет и уже руководитель достаточно большого уровня. И определенный набор компетенций, исходя из этого. Это экономисты, это определенные руководители проектов, которые нацелены на результат технически сделать, выполнить задачу. Это первое. Второе – был большой конкурс «Лидеры России», где тоже можно сделать выводы, какой запрос у власти есть на управленцев. Это, если посмотреть на лидеров России, финалистов 300 человек, всего лишь 15% – это девушки. Соответственно, мы понимаем, что это мужчина средних лет, высокообразованный, потому что входные тестирования, два это были именно общеобразовательные. Экономика, история, география, математика. Если ты не знаешь базы, в том числе литература, не знаешь базу, ты, в принципе, уже не пройдешь этот отсев. А дальше уже шли другие компетенции. Но вместе с тем, что можно выделить. Конечно, как всегда, это лидерские качества, это умение работать в команде, это умение работать в быстро изменяющихся условиях и принимать решения, исходя из этих изменяющихся условий. Наверное, это основные такие тренды, которые были. Но, в принципе, они всегда и есть. Но именно омоложение, определенный такой возраст, он был в 2017 году, я думаю, сохранится в 2018. А вообще, в принципе, насколько... Ну, то есть, вот вы говорили о том, что человек должен обладать теми или иными компетенциями, их несколько должно быть. Но ведь человек может быть талантливым, я не знаю, например, в общении с людьми, в каких-то таких коммуникациях, но у него, не знаю, экономическая какая-то часть, может быть, так сказать, отсутствует, в связи с тем, что он там, не знаю, человек искусства, еще что-то. Учитывается ли это индивидуально каждому человеку? Если говорить, например, о конкурсе «Лидера России», если вы спрашиваете, то там, в принципе, смотрелась личная эффективность. Смотрелась, исходя именно из точки зрения государственного управления общего, наверное. Без учета... Понятно, если ты хороший в экономике, там ты пройдешь это тестирование за счет очень хороших знаний экономики. Если ты хорош в литературе, и у тебя просто максимально, ты пройдешь, вытянешь другую часть за счет знаний по литературе. Но чтобы говорить об этих вот индивидуальных особенностях, на конкурсах это не учитывалось. Если говорить о государственной муниципальной службе, конечно, это учитывается, и понятно, что есть взаимодействие со СМИ, понятно, есть общественный сектор, понятно, есть другие направления, где эти компетенции будут ключевыми. А мне хочется теперь еще одну переговорить. Вы финалистка федерального конкурса. Расскажите о вашем опыте. Но судя по тому, какими качествами должен был этот человек, вы просто уникум здесь у нас сидите. Мне кажется, я о себе более скромного мнения. Но тем не менее, я хочу сказать, что к образу руководителя или лидера вообще добавила бы очень большая адаптация к изменениям. Вот этот ритм динамника современного мира, и в том числе конкурса, постоянно демонстрировать приходилось, что ты соответствующий готов подстраиваться по те обстоятельства, по ту ситуацию, которая происходит. Соответственно, и в стране постоянные перемены, и в политике. Поэтому это для руководителя хоть в бизнесе, хоть на госслужбе, я думаю, это важное качество. И еще бы, наверное, отметила, что среди лидеров было очень много социально ориентированных людей. Это, кстати, была одна из компетенций, которая оценивалась. И действительно из личного общения отслеживалось о том, что это люди зачастую это семьянины. Очень у многих по четыре, по три ребенка. Они успевают совмещать это с деятельностью своей, эффективной. И при этом это люди, которые часто рассказывают о том, что в их бизнесе, например, можно было бы что-то улучшить экономически именно. Но не всегда они принимают такое решение, исходя только с финансовой составляющей. Это люди, которые всегда думают о тех, кто рядом, о своем коллективе, о тех, кто с ними работает. Мне это очень, ну прям, не знаю, было приятно, общаться именно с такими руководителями, с такими лидерами. А говоря вообще, в принципе, лично о вас, то какое будущее вы для себя видите? Для себя? Как себя видите в той или иной там, где это будет происходить, ваше будущее, скажем так? Вообще я точно вижу себя, что мне бы хотелось заниматься тем, чтобы я приносила пользу людям и обществу. Не замыкаться на своей семье и родных в более широком смысле. Поэтому я тут не ограничиваюсь, будет ли это государственная служба, или будет ли это я работаю в компании «Российские железные дороги», или это будет деятельность на работе, поскольку я тоже там работаю с клиентами, с представителями бизнеса нашего региона. Но в любом случае мне бы хотелось, чтобы то, что я делаю, мои способности приводили к какому-то положительному результату и желательно видимому, ощутимому, чтобы я понимала, что что-то свершилось, что-то сделано при моем участии. А бывает, что вы от этого, например, устаёте и хотите какой-то, ну, простой работы, я не знаю, в виде там вышивания бисером, ну, что-то вот такого хочется? Как-то сублимируете это в себе? Это происходит? Я отдыхаю в семье, от общения с родными людьми, но иногда занимаюсь скраббукингом, то есть могу найти время потворить открытки или чем-то ещё. Такая небольшая мини-отдушная. Давай ещё раз представим наших гостей. Да, Евгения Димитрова, заместитель директора Института муниципального развития, и Евгения Романихина, финалистка федерального конкурса «Лидеры России». Спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо большое и за утренние визитки.